Ребята, я давно хотел найти игру, не требующую много времени. Зашел туда, раскатал пару ребят и дальше по своим делам. И недавно я нашел подходящую стратегию Good Game Empire. Здесь мне предстоит пройти путь от небольшой деревеньки до создания собственной империи. Игра вас порадует, она доступна без скачивания. Ссылка в описании. Регистрация займет всего лишь 10 секунд. Присоединяйся. Доброго времени суток, уважаемые друзья. Меня зовут Перпетум или же Александр. И сейчас я поиграю в игру под названием «Потерянные». Знаете, ребята, случается так, что я часто выбираю игру, смотря только лишь на ее описание. И это как раз-таки тот случай. Мне понравилось описание. Там сказано, что наш герой, чувак, за которого мы будем играть, оказался в каком-то странном, непонятном мире. Он не знает, где он, он не знает, где его отец, где его друзья, где все. Он просто не знает ничего. И мы сами сейчас узнаем, где его отец, кто он, что он и где он находится. Я надеюсь, мы узнаем. Так, что-то, что-то идет не так. Мне все-таки удалось нажать на старт, и игра запустилась. Довольно странно, что я не мог просто выбрать «New Game». Я нажимал, 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 но ничего не происходило. И, наконец-таки, все произошло. И я могу с чистой совестью продолжить запись. И просто космос. Эта игра просто космос. Это хотят сказать разработчики. А нет. Matchbox. Что за Matchbox Pictures? ABC. Неужели это такая крутая игра, что она достойна подобных заставок? Мол, столько людей приложили руку к созданию этой игры. Она ведь создана практически на коленке, мне кажется. Потому что на скриншотах она не выглядела сверх крутой. Ну, может быть, может быть. Она действительно очень мощная. Прямо как крутой блокбастер она начиналась. Тут бы еще сказали в ролях «Тета, тета, тета, тета». Озвучивали «Тета, тета, тета, тета». И так далее, и тому подобное. Но, благо, ничего этого не было. И вот, кстати, чувак. И какая-то хреновина упала. Похожая на блинчик. Он захочет этот блинчик съесть? Этот шум. Арррр. Этот шум. Говорит, что это за место? Ну, я сам не знаю. Я бы тебе подсказал, чувак. Но ведь я сам не знаю. Я вижу, что все белое. Отец! Ты где? Where are you? Отец! Возможно, я просто... Звук. Звук. Звук, да. Ладно, давай, чувак, берите этот блинчик и съедай его. И, возможно, нам это позволит что-то прояснить. Прольет свет на происходящее событие, блинчик. Кто ты? Ты где? Ты кто? Что ты говоришь? Говорит, слушай меня. По сути, текст не несет никакой смысловой нагрузки на самом-то деле. По большому-то счету. О! Говорит, подожди, я уйду. Это что за ерунда? Ой, 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 ой. У меня аж руки начали трястись. Давай, надо убегать. Это какая-то тьма, и она пытается, пытается меня настигнуть. Смогу я убежать от тьмы или нет? И почему меня преследует тьма? Хм, возможно, мой чувак что-то натворил, и теперь его тьма, сама тьма хочет его уничтожить. И вообще, откуда он появился в этом мире? Возможно, он уже изначально жил в каком-то фантастическом мире и оказался в этом белом месте. А возможно, он как бы из нашего мира, я не знаю, нам неизвестно. Но можно... Немножко проехать снизу. Такс. И еще один прыжок, и я уже на большой возвышенности, и думаю, тьма до меня не достанет, потому что она осталась снизу. Да, я был прав. Тьма нас не достает, и это хорошо. Ой, ой, ой. Все равно тьма продолжает меня преследовать. Она находится не только на земле, но еще и на небе, на воздухе. Гребаные деревяшки еще зачем-то здесь раскидали. И откуда берутся эти камни? Кто мне помогает? Возможно, это как раз-таки та светлая сущность, которая со мной разговаривала. Возможно, она мне помогает избежать тьмы и убежать от нее. И знаете, часто так бывает, что, например, в фильмах или мультиках, или в рассказах, или еще где-нибудь, светлые силы такие говорят, мол, на тебе бесит весь мир. Ты последняя надежда божественного мира, и ты должен спасти его. Поэтому мы тебя телепортируем в свой сказочный мир, и ты будешь там движуху наводить, будешь все разруливать, а то, что у тебя там жизнь в реальном мире есть, и так далее, и тому подобное, никого не волнует, ты должен спасать сказочный мир. И герой обычно такой, ну, окей, окей, сказочный мир спасти, окей. Такое часто бывает, даже вспомнить уже, например, бесконечную историю. Ну, это, конечно, отдаленно, но все равно суть как раз-таки такая же. Так что, в принципе, я бы на месте этого чувака, что это за морда внутри, это отрубленная голова, я бы на месте этого чувака сказал, не, ребят, давайте как-то без меня, я просто пойду дальше, пойду, 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 или выпустите меня, хотя кто его выпустит? И вообще, с другой стороны, неудивительно, что он попал в этот мир, у него очень злое лицо. Но это говорит мне о том, что, возможно, он сам по себе довольно плохой и злой человек, а может быть и нет. То есть он сейчас будет помогать доброму этому духу не потому, что он добрый, а потому, что он вынужден это делать. Возможно, и так. Если бы дух сказал ему, мол, хотя вообще, возможно, вся моя теория, она сейчас разрушится, скалы, которые выставят разработчики игры, возможно, я вообще не прав ни в чем. Так вот, продолжу свою мысль. И просто светлый дух мог сказать, мол, парень, так и так, вот у нас есть светлый мир, давай ты нам поможешь, а мы тебе дадим денег, например, или золото, или там, не знаю, сделаем тебя бессмертным, или сделаем бессмертными твоих близких. А так, ну, в принципе, ради чего все это делать, непонятно. То есть, не то, чтобы все в мире делается ради денег, а в смысле, ну, зачем ему рисковать своей жизнью, ради чего, непонятно. Он не спасает своих родственников, он не спасает землю, он спасает какой-то сказочный мир. Другое дело, если бы он, опять же, спасал землю. Тут уже немного по-другому все было бы, потому что угрожало бы... Была бы угроза для его близких, родных, там, девушки и так далее. Ладно, в любом случае... Что это за туннели странные? Непонятно. Так, окей, в любом случае, я оказался в каких-то странных джунглях, и мне пока непонятно, что здесь происходит, куда бежать и что нужно делать. Ну, ладно, побегу сюда. Ничего в любом случае я не теряю. Побегу сюда. Хотя там было три дороги, три пути. Почему я выбрал правый, я не знаю. Возможно, они все приведут в одну и ту же точку, в одно и то же место, поэтому, ну, по большому счету, мне кажется, как раз-таки передние и правые ввели в одно и то же место. Блин, что происходит? О, все. Небольшие рывки были из-за чего-то. Не понимаю, из-за чего. И какая-то записка. Сейчас будет забавно, если выскочит Слендер и скажет «Хо-хо-хо-хо, я Слендер». Ну, тогда мне было бы совсем не страшно, если бы Слендер так сказал. Я бы просто посмеялся, потому что... Как бы это не смешно, но если бы это сказал Слендер в игре, это было бы довольно-таки забавно, я думаю. Или нет. Но мне кажется, было бы забавно. Так. Опять я остановился. Странно, что каждый раз, когда появляется диалог, я просто останавливаюсь. Ну, выбери талисман. И теперь у меня есть дух. Использую левую кломбку мыши, чтобы этот дух включить. И что делает этот дух? Так, он куда-то указывает. Окей. Окей. Пойду. Видимо, он указывает как раз-таки на листки, на записки. Отлично. Я подобрал одну, но почему-то высветилось, что я подобрал уже две. Непонятно. Где была еще одна записка? Чук-чурюк. Ну, не знаю. Где-то же она была в любом случае. Возможно, она уже лежала у меня в кармане. Кто-то подложил мне записку в карман. И вообще, злая сила, тьма, почему она сразу меня не уничтожила, если она знала, что, мол, я могу помочь. Ну, она меня проигнорировала. Она подождала злая сила, пока придет добрая сила и поможет мне убежать от злой силы. Вот, теперь у меня появилась еще сила земли. Отлично. Вроде огурцов тут не было, а сила земли появилась. Окей. Окей. Буду использовать силу земли. У-у-у-у. Что? Что? А, ну опять, да. А, возможно, я с помощью своей силы смог поднять эти камни из тьмы. Или все-таки это светлый дух мне до сих пор помогает. Возможно, вообще нету никакого светлого духа, а я себе его придумал. Так, я подобрал хоть бумажку, да. Подобрал. Эх, не могу посмотреть. Так, теперь я могу использовать силу земли. И что она делает? Вау-вау-вау, я начинаю кидаться камнями, у меня из руки вылазят камни. Прикольно на самом деле. Хотя, возможно, они просто поднимаются из-под земли, но мы этого не видим. Так, что это такое? Что это за обрыв? То есть, получается, он был в какой-то бригаде чуваков и потерялся. А сейчас идет пространственный разрыв, и мы видим как раз-таки портал в настоящий мир. Тут, ну, в принципе, все может измениться, если эта тьма угрожает и нашему миру. Все может измениться. И его ищут его друзья, а он пытается их позвать. Ну, понятно же, что он не сможет их позвать. Так вот, возможно, есть угроза для нашего мира. И как бы он спасать сейчас будет наш мир через фантастический мир. А хотя, возможно, светлый дух его обманул, я не знаю. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Может же, может же такое быть. Заставляет его прыгать, блин. Я не знаю, я бы на месте этого чувака бы испугался. Да, думаю, любой бы человек испугался. Оказываешься, в каком-то волшебном мире тебе говорят, все, беги и прыгай вон. Снизу тьму ай, если ты упадешь, ты умрешь и все. Просто прыгай, иди вперед. Ну, не знаю. Можете считать меня трусом, но я бы испугался, скорее всего. Давай, залазь. Потому что перепрыгивать такие обрывы, хоть они и не такие уж и большие, перепрыгнуть их можно. Но мало ли, всякое бывает. Возможно, камень уйдет прямо у тебя из-под ног. Ты же не можешь этого знать. Они как появились, так они могут и исчезнуть, по идее. Так, прыжок и все. Отлично. Ползаешь, где-то лазишь. Непонятно. Какие-то еще вороны появляются злые. Вот такой обрыв перепрыгнуть было бы, хотя... Ну, не каждый бы человек смог перепрыгнуть такой обрыв. Поэтому тут дело тоже такое. В принципе, можно его перепрыгнуть, да. Но не каждый бы. А если он 2 метра? Я же не знаю, какой рост у моего чувака. Непонятно. О, а чего они в воздух так смотрят? Как будто... Вот они так смотрят сейчас, как будто бы он где-то, не знаю, на небе находится. Как будто они его ищут на деревьях. Странные ребята. Или, возможно, это просто режиссерская задумка была. Для того, чтобы кадр был более сочным. Могли спокойно это сделать. Ой, 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 ой. Игра, игра, игра немножечко подвела меня. Немножечко притормозила. Притормозила меня. Я так уверенно бежал вперед, но игра сказала, нет, Саня. Давай-ка мы как-то по-другому будем работать сегодня. Ты будешь падать и умирать. Падать и умирать. И, возможно, это уже началось. Скоро я буду падать и умирать. Падать и умирать. Хотя пока в игре ничего сложного нет, поэтому я не знаю, буду я падать и умирать или нет. Опять. Вот именно на этом месте, когда я подхожу к обрыву, она немножко подглючивает. Ай-яй-яй-яй-яй, игра. Ты что такое делаешь, а? Хитрюга какая. Вообще часто игры на Юнити очень неоптимизированы. Особенно если начинаешь их записывать, происходят всякие косички. Не очень приятно это осознавать. Так, ладно. Чик. Чик. И опять наверх. Опять вперед. Опять наверх. Все выше, выше, выше и выше. Выше, выше, выше и выше. Фух. Интересно, чувак уже устал, так много бегать. Постоянно подтягиваться, прыгать. Хотя, вроде бы, не должен был еще устать. И так уж много он еще и пробежал. Не знаю, его не настораживает тот факт, что его заставляет бегать какой-то странный голос. И голова, лежащая в колодце. С водой. Непонятно. О, я нашел рюкзак. Ура! Ура! Что делает рюкзак в этом странном мире, непонятно. Непонятно. Что, я прошел какой-то уровень уже, видимо? Или что это такое? Странные ребята. Это воспоминания, мол, да? Да, да, да. И такой чувак действительно был с ними. Окей. Ну, в принципе, ребята, я думаю, на этом можно остановиться. Потому что, ну, в любом случае, игра еще потребует какого-то прохождения. Потому что нужно собирать еще три элемента, плюс до конца собрать эти два элемента. Они требуют каждые три. И поэтому, в любом случае, пройти ее сейчас не смогу. А если вы заинтересуетесь, вы сможете сами в нее поиграть и узнать, что же все-таки произошло. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо, ребята, за просмотр. До новых встреч, друзья. Всем удачи и всем пока.